Здравствуйте, дорогие друзья, мои уважаемые зрители. Рада всех приветствовать на нашем с вами канале, на канале Питубна Лайв, все о жизни Венесы. Сегодня мы находимся с вами в... на оптовых складах. На оптовых складах, да. Немножко устала, немножко устала, потому что люди, я работаю, встретила сегодня клиентку, и все как бы... Но я все равно стараюсь вам показать. Так что там пишите мне разные «Как небрежно там дергаешь этот товар, там посмотри, как Яночка делает». Ну пусть делает Яночка, как делает Яночка. А я Жанночка. Яночка может и делает так. А я делаю так, как у меня получается, понимаете. Не всегда вот разрешение есть, чтобы делать. Мне и так разрешают многое чего. Понимаете, я же на складах. Яночка одно показывает, я другое. У нас с каждого своя жизнь. Так что вы уже не обижайтесь там и не критикуйте меня. Не нравится, просто уходите. Я вам показываю вот такие вот кардиганы, если вы помните с прошлого года. У меня такой есть и розовый и зеленый, да. И я сегодня еще возьму себе голубой и подруге голубой, потому что на это шелковое коктейльное платье такое с голубизной у меня есть и на серенькое. Пусть будет. Он тепленький, он махеровый, он такой легкий в машине даже бросить. Вот вечером похолодало. Сейчас, конечно же, жара невыносимая. Ну, еще месяц и потом на вечер надо будет чем-то прикрывать плечики, оно будет хорошо. Оно и джинсам хорошо, и к любой вещи хорошо. Это длинный кардиган, но только на мой рост. Я веду, что на девочек ниже роста надо быть очень внимательным в выборе. Кстати, трикотажные паласы есть четыре вида разных. Есть более плотный, более такой легкий, как на наши зимы. Вот. И надо тоже. Есть я такой гофрированный. Покажу вам сейчас. Все, мы пройдемся покажем. Вот у кого есть фигура, я не одену такое. Я буду сэрделька, да? Немецкая такая сэрделька. Сегодня у меня девочки из Германии, это я немецкая сэрделька, да? Ну вот, одел такое себе платье, наверх одела себе обыкновенное пальто, и ты уже одет, и тепло в шею, и везде все, ничего не... Прекрасно. Но я такого одеть не могу. Потому я постоянно говорю, что все относительно и индивидуально на каждую фигуру. Вот такие паласы, я их мерила, длина хорошая, и, ну, тоже они у меня сколько... У меня уже... У меня все есть планы, потому что, если ты работаешь с вещами, это просто невозможно не покупать, и ты людям покупаешь, людям показываешь, и, конечно же, автоматически ты и себе берешь. Потом думаешь, зачем? Сколько тебе этого надо? Ну вот, такие кардиганы теплые, тоже мне не идут. А вот девочка моя, которая сегодня приехала, ей просто прекрасно под джинсы паласа на сегодня одета. У них холодно. Это Германия, это Норды, у них холодно. Так, вот эти вот миди с бахромой, и не вытягивается здесь. Пятая точка не вытягивается. Потом смотрим сюда. Я же прячу цены, чтобы вы не видели цен, потому что это коммерческая тайна. Это только для людей, которые приезжают на закупы. Я не могу вам демонстрировать цены. Это плотный такой трикотаж, хороший, плотный. тоже есть в разных цветах. Вот у кого, это высокая посадка, кстати, и ты берешь, например, вот такой вот свитерочек, да, там шнурочки бежевые. Ну, можно скомбинировать, можно, конечно, одеться, себя здесь одеть. Можно очень хорошо. Это все покупается, конечно, потом в магазинах. В магазине совсем другая цена. Но я просто пользуюсь случаем, получается, понимаете? Просто пользуюсь случаем. Вот такие косички, такой свитерок с капюшоном. Тоже классные. Тоже в разных оттенках. Вот такие вот оттенки. Ваше внимание вот на такое сочетание. Вот эти гольфики, резинки, они есть с напылением таким вот блестящим. Есть без. Там разница в закупке 2 евро. И вот одели махеровую кофточку, в данном случае оранжевую, и гофроюбку трикотажную. Ну, интересно, что смотрится. Интересно. Я тоже такую юбку не одену. Кофту такую одену. Мне идет этот вырез. Вот такое мне идет, да. А вот юбку не одену. Все относительно. Но мне очень нравится. Мне очень нравится на людях. Вот такой еще есть трикотаж. Вот такие еще. Я вам говорила, что немножечко другое качество. Они более плотные. И я думаю, что это качество тоже не будет ни на коленках, ни на пятой точке вытягиваться. Это Нови Таун. Сегодня только завозят товар, кстати. Есть такие гольфы. Вот эти палацы. Гафре юбки в разных вот оттенках. Вот, например, возьмем такую кофту. Юбочка. Гафре трикотаж. И вот такой свитер. Вы знаете, я сегодня в шортах. Но мне так жарко. И вот сетка на мне, чтобы прикрыть свои телеса. Уже не хотела ходить в майке совсем. Но я бы хотела и в маечке, конечно. И топик какой бы ты одела. И носила бы себе этот топ. Эти цвета очень тоже выборочно. И такая модель кардигана. Знаешь, сам связал. Ну, я могу такое связать. Когда ты вязала, сейчас не хочу. Зачем не хочу. Ну, я такое не одену. Я буду бабина дочка. А это тоже вот эти сочетания. Для меня это тоже убийство. Но есть девочки, которым очень красиво в таком свете. Так, дальше у нас идут вот такие свитера длинные. Тоже надо думать, куда с такими рукавами. Потому что верхняя одежда не забываем. Тоже надо об этом помнить. Дальше юбочки у нас. Миди и трикотаж тонкие. Тоже боюсь, чтобы они не вытягивались. Задели миди. Юбка миди. Можно платье надонная, кофточка. И юбка миди. И наверх вот такой кардиган. Так сразу нам показывают. Эти пальто я просила одну итальянку померить. И очень красиво было. На себя не хочу мерить, потому что жарко. Вот это один размер, кстати. Талия уника. Смотрится хорошо. И качество. Что так на камеру вот это? Не могу понять, что так передает камера некрасивый цвет. Тут еще полетим. Вот смотрите, опять вот эта тема милитари. Ну вот хороший блузон. Можно плечики выставить, да? Можно животик прикрыть, да? Потому что вот на резиночке. Ну зачем вот вы делаете такую расцветку? Ну зачем подпитывать вот эту войну никому не нужную в мире? Нигде, нигде никому не нужную. Зачем? Это красивая расцветка. Это вискоза. Вот эти платья остались с лета, да? У меня они такие классные. Ну, мне просто не идет. Мне их брала. Люди. Брала. Видите? Длинные. Зад длиннее. Классные в таком свете. И были и черным, и серым. Шикарно смотрится. Пончо-панчо. Сразу вспоминаю Дон Кихот и Сончик-панчо. Панчо – это животное итальянское. Пончо – это пончо. Вот это мы смотрим на пончо сейчас. Ну вот как-то они в этом году типа популярные, модные. Но не всем тоже идут. Тоже надо быть внимательным. Это неплохой такой вариант получается. Вот эти штаны, кстати, они есть в разных расцветках. И они идут на большие размеры. Очень хорошо девочки смотрятся. Такие даже на 3-4 размера больше меня. На этих дочках смотрятся прекрасно. Я себе маленькой не считаю, кстати. И они есть маленькая. И они есть худенькая. Вот я о них говорю. Вот у меня вот купила тоже. Она купила одни себе. Я взяла попробовать, потому что здесь мерить нельзя. А потом как размерила. А то еще ездили, покупали. Перед между ног вытирается. А эти хорошо ложатся. Несколько пар можно взять. Ну, короче, отлично. Ну вот, смотрите. Все. Милитари, 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 милитари. И хорошие такие широкие палацы. Я люблю, когда широкие. Они шикарно смотрятся. На рассветках. Видите, как люди берут стоечками, стоечками отбирают. Это мои любимые юбки. Вискоза шоу-глаз. Процент вискоза 80. У меня они в разных расцветочках есть. Вот эти, кстати, в Франции такие с люрексом продавала. Я им еще раз брала. Вот эти костюмы с кофтами. Вот. Думала, кто будет. Вот еще черный цвет. Не знаю. Но берут, видите, люди берут. Хороший я уже его купила тоже для еще одной девочки. Она померила, и супер. Эти блузы хорошо. Вот эти палацы в рюке шелковые. Я под белые, черные кофе с молоком, молочные. Вот эти вот хорошие, длинные. Вот эти блузы, они появились, кстати. Тоже вискоза. И не видно будет, что поменялось, потому что рябенькое такое. Мы с курточек перескочили с вами сразу же на эти вечерние варианты сумочек. Хотя, вы знаете, вот я многих итальянок сейчас вижу, они не дожидаются вечера, праздника. Они могут носить вот такие вот яркие аксессуары, блестящие, имею в виду, аксессуары, даже среди белого дня. Не знаю. Тем самым, наверное, делая себе праздник постоянно. Или это я живу в зоне карнавала, как я говорю. Или это Венеция такая яркая. Ну вот. Любят они, любят. Больше блеска. Даже кожаные сумки, смотрите, тоже же блестящие, с напилением. Это одна большая, внутри еще маленькая. Разные цвета. Нужно опти. Они так вот упакованные, все кожаные, обыкновенные, матовые. И есть с напилением. Это сумки, скажите, не Valenciaga, да? Типа. Типа Valenciaga, прошлый год, да, модель? Самый любитель. Кстати, появились. Мне Прага заказывала. Вот надо сейчас снять, чтобы появились уже эти пельмешики. Такие вот именно блестящие. Это кожзаменитель. На этом складе есть и кожа, и кожзам. У кого что надо. И эти сумочки, я видела, что тоже. Чао. О, не дёрни, класси. Тоже я их видела в Инстаграме много. Опять же, на любителя я такое не одену. Много искусственного меха. Вы знаете, я что-то не совсем воспринимаю искусственные меха. Наверное, со времен Советского Союза, не знаю. Европа как-то нормально, она это все смотрит и ходит. А я что-то так... Так, а это что у нас? А ну, в белом посмотрим. Ну и хорошо сделано, и я аж ничего не имею против. Просто вот так не любите. Если мех, то пустят что-то натуральное. Сейчас я вам покажу. Порто Фортуна называется. Итальянок. На моей руке как-то некрасиво смотрится. Вот эти вот перчики, да? Порто Фортуна. Порто Фортуна. Вот они есть разные. Порто Фортуна, типа, они принесут удачу. Фортуну. Вот, итальянки все. У всех уже итальянок коренных такими. Порто Фортуна. А у вас, не знаю, кто где меня смотрит, появились такие вот изделия. Смотрите, целый стенд. Это же каучук, наверное. Он тянется. Вот я так тихонько проведу камеру. Оно очень легкое тянется. Вот такое, как резина или каучук. Что это? Не знаю. Но вот такие украшения. И это в разных оттенках. Черный, синий, коричневый. Это подленные такие вот вещи. Длен. Вот я вас бегаю с одного магазина в другой. И чуть-чуть вам все показываю. Мне нравится, что пуговицы разные. Обыкновенный свитерок, у кого есть талия и маленькая грудь под высокую посадку брюки или юбку. Обыкновенный свитерок, но эти пуговицы придают определенного шарма. Правда? Давайте я вам покажу футболочки. С цветочками. Вот такие. Тоже интересные, кстати. Интересные, да. Си, си. Финитто. Ква-тро-пэти. Дорогие мои друзья, уважаемые зрители, на этом буду заканчивать наш сегодняшний обзор. Скажите, вы не устали ходить со мной по магазинам? Я устала уже делать эти закупки. Думаете, это так легко и прикольно? Прикольно это если раз в месяц, а если это часто, то это утомительно. Работа с людьми это нелегкое дело. Я скажу вам по секрету. Вот такие интересные, да. Разные. Котаж такой еще. Вот эта майка, такая майка удлиненная, чтобы спина была закрыта. И немножечко, и попочка. И наверх вот такой свитерочек. Тоже они есть в разных цветах. И все, это уже точно говорю вам. До свидания, папусики. До скорых встреч. Чао-чао, мои дорогие. Ари-в-де-рочи. Ари-в-де-рочи.